ВОЕННАЯ ВЫПРАВКА Так, в первую очередь хочу предупредить вас, все используют правила безопасности, обязательно. Оружие в сторону людей не направляем. Военная выправка, смелость и воля к победе. В Версановке прошли соревнования по стрельбе из пневматического оружия. В них приняли участие дети старше 10 лет. Вначале ритмичная разминка, которая помогла участникам настроиться на соревнования. Турнир посвятили Дмитрию Кириллову, бессменному руководителю военно-патриотического клуба «Сова». Он погиб при выполнении гражданского долга в зоне специальной военной операции. 20 июня герою могло бы исполниться 45 лет. На 10 лет мы с ним вместе создавали этот клуб, поддержали его, развивали, занимались с детьми, чтобы они не по улице болтались. У нас была военная подготовка, парашютная подготовка, стрельба, борьба, все, что могли дать им, мы давали. Но так случилось, всего не стало. И, конечно, это большая потеря для округа. Победить в турнире было непросто. Самым метким оказался ученик биатлонной школы Тимофей Кривко. Чемпион за свои успехи благодарит тренера. Я хочу сказать спасибо Сергею Владимировичу, что меня научил. Биатлоны, лыжни и бегу. У меня были соперники. Они очень хорошо тренировались. Но заняли они у 1,40, у 1,42. Я за них очень рад. Фирсановки уделяют большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Детей обучают основам военного дела в клубе «Фирса». Направление идет сейчас по стрельбе из пневматики. Идет направление сейчас, набор у нас идет детей в кружок авиамоделирования, где дети будут собирать беспилотники, учиться управлять беспилотниками, дронами, делать легкомоторные самолетики. Все это тоже нужно сегодня. Военное воспитание помогает вырастить достойное поколение. Турнир памяти Дмитрия Кириллова планируют проводить в Химках ежегодно. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимбковский. Новости Химки ТВ.